МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин регионов. С Туда Олена Милищенкова. Витаю вас сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Пираде еще два месяца напруженной працы. Областный бюджет на подрыхтовку Додожинок выдаткового кличева Амаль 10 миллионов рублей. Новые перспективы супрационництва двух держав. У Поднябесной чекают от русских мяса Птушки и Яловичин из Могилева. Еще больше доступный интернет. Кропки доступа вай-фай заявились на челуночных вокзалах в области. Каля 10 миллионов рублей выдаткового областного бюджета на подрыхтовку Додожинок. Кличева урыхтуется примать областное свято Додожинки, якое по планах отбудется на приканце вересня. Рамонтная работа распочинали ящик Расовику, а теперь тут працует больше за 300 будовников с двух десятков организаций региона. Наш репортаж с Кличева. Теперь у Кличеви никуда не падзется от будовничного шума. Во всем райцентре 9 лекарамонт. От охороджу и клумбу у дворах до центральной площади дитяпер спынены рух автотранспорту. Тут будет холодная сценичная пляцовка областных дожинок. Дом культуры и школа мостатства открыются после капитальных ремонтов. Побудовы послевоедных отчасов отрымают новое життё. Там нареште заявятся сучасные выгоды. И у работах по наряде не порад, ка берут удел и сами Кличевцы, якие выходят на субботники. Сегодня они активно участвуют в устройстве газонов, благоустройстве дворовых территорий, ремонту заборов. Короче, у всех мероприятиях самое активное участие принимает население нашего Кличева. У города капитально ремонтуются так само 13 жилых домов. Асфальтуются в улице. На социалистичный ремонт дожился полтора месяца. Ровный асфальт для автомобилистов, тротуары для пешеходов. Навод самим будовникам, який из Кировска, подобается. Ну, да, нравится, да. Приятно посмотреть его. На подрыхтовку дожинок областный бюджет выдатка около 10 миллионов рублей. Але для життявления у всех Кличевских планов гэтага недостаткова. Тому тут шукают спонсору и робят талакуй. Например, упорадкование городского парка. Зробить все для гостей, аграрного свята, але и для себя с планами на будущее. Прежде всего, навести порядок в нашем городе, так, чтобы благоустроить, чтобы душа радовалась, когда люди сюда приезжают. У нас очень хорошие места, живописные, экологически чистые. Два заповедника международного значения. Как бы вполне возможно развивать и туристический бизнес. Люди працуют и напереди, а шестой с объектом. Больше за два месяца на пружиной праце. Поменяем, чтобы все было ровненько, аккуратно. Вы состроительная организация или вы волонтер? Ну, волонтер, можно сказать. Что-нибудь может улучшиться у нас. Может, я не знаю, что-нибудь для молодежи построят. Очень оживленно, нам нравится, радует глаза, все кругом так хорошо. Будем наконец-то жить в хорошем, аккуратном городе. Приятно. Даже ребенку нравится, что у нас будет не хуже, чем в Абруйске, в Могилеве. Правда? Могилевские вытворцы мяса яловичины и птушки плануют працевать на китайском рынке. Такая махчимость заявилась после перамов представников Рады двух держав. Экспортовать у Поднебесную мая намер предприемства «Сервалюкс», якое зараз является бойным вытворцем мяса птушки в Беларуси. Не меньше планов и у Могилевского мясокомбината. Перамовы с Китаем тут ведутся с 2015 года. Китайские делегации некольки разовно ведывали продприемства. И как заповнили на мясокомбинате, партнеры застались задоволены якостью продукции. Зараз плануются поставки у колькости 400 тонн мяса яловичины что месяц. Продприемство чекает первой отгрузки. Это всегда выгодно для страны, для предприятия, так сказать, отгружать продукцию на экспорт. Китайская сторона сбросила нам асортиментный перечень, что необходимо для их рынка. То есть мы сейчас это все прорабатываем. Ну и, так сказать, мы уверены, что эта работа даст положительный результат и все будет хорошо. 12-го липня распочинается прием документов у ВНУ. У пунктах тестирования начали выдавать сертификаты ЦТ. Затым, как высшейшая и средняя специальная навыкальная установа выполняет парадок приема документов, проведение уступных экзаменов и залечение абитуриентов, по традиции будут сочить специалисты комитета ДЖКонтролю. У контролюющем ведомстве сподяются, что и этот этап уступной кампании пройдет на высоком организационном узровне. Так, по оценке специалистов ОКДК, тестирование прошло спокойно и организовано. Комиссия отмечена явка абитуриентов достаточно высокая, свыше 93%. Наибольшая явка отмечена на русский язык, на географию порядка 86%. И с 12 июля уже осуществляется прием документов в ВУЗы. В связи с этим в комитете будут работать телефоны горячей линии, на которые можно сообщить недостатки и нарушения работы предметных комиссий, экзаменационных комиссий. Намесник министра обороны Беларуси Андрей Бурдыка проведет в Могилеве прием грамадян, юридичных особ и индивидуальных программальников. Сустреча отбудется 13 лепеня у 12-го один у будинку военного комиссариата Могилевской области. Его адрес – Могилев, улица Добролюбова, 1. По передней записаться на прием можно по телефонах у Могилеве 40-56-53 и 31-16-82. На четырех чугуночных вокзалах в области заявилися кропки доступа Wi-Fi. Як удокладнили у пресс-службе Могилевского отделения беларуской чугунки, поколь у тестовом режиме бесплатный интернет працюет на чугуночных вокзалах Могилева, Бавруйска, Осиповичев и Крычева. Wi-Fi появился в залах чекания и холах чугуночных вокзалов местами на перроне. По словах специалистов, худкосный доступ у интернет забеспечивается при допомозе 4G-технологий и оптичных каналов сувязи. На чугунцы удокладняют, любый корыстальник интернету сможет выйти в сеть на территории названных вокзалов. По слугам это бесплатная, однако, ка бьюсь корыстаться, треба увести пароль, який придет на телефон после автоматичной регистрации. Запуск послуги Wi-Fi на всех вокзалах беларуской чугунки в эксплуатацию плануется с 25 лепеня. Зараз вырешается пытание, ка бьюсь к интернет-сети изъявился еще и на инших буйных районных станциях, поведомляют специалисты беларуской чугунки. А с 15 лепеня в Бабруйску запрацует школьный кермаш. Як поведомляют уголовным управлением Гандлю и послу Хаббл-Ваканкама, местами его проведения традиционно обрана центральная площа Бабруйска. Амаль четыре десятки субъекта у господарня представят школьные товары. От одзения и до канцелярских приналежностей. Во управлении Гандлю удокладняют, зараз вызначается и основная пляцовка проведения школьного кермашу у Могилеве. Дата початку его работы попередня вызначена на первое жнивня. Разом с тем, уже зараз усе стационарные специализованные организации распачали гандль товарами школьного асортименту. Так что справу подрыхтовки детей до научального года можно и не откладывать. Амаль сотня рады и аматоров сберется гэтым выходным в Белыйнинском районе. На водосходе, что Вольницкое пройдет взлет знавцы у рады и справы. Очекаются и замежные гости. Як правило, у дельники гэта рады и аматоры, якие мают ответную лицензию, что дает право на особистые позывные и выход у планетарную рады и простору. У Волю, у Беларуси таких 1400 человек. Программа взлету различена на три дни. Заезд и открытие 14 липеня, а в субботу 15 липеня запланованы с поборницей по рады и сувязей и на лепшую рады и аматорскую конструкцию. Так само говорится, организаторы унесли у программу рады и телеграфование. Не обойдется без спортивных с поборницей и рыбной лоли, а подтримать настрой мясцовые и самодейные коллективы и барды. Могилёва стал богатей и еще на один заслуженный коллектив. Такое высокое звание отримал детячий хореографичный ансамбль Кужалёк. И он дейничает у Центры творчества детей и молодей Агат Могилёва уже 25 год. Кужалёк это больше за сотню юных танцоров. Тут семь взрослых групп. Многие займаются хореографией большую частку своего життя. На четвертьвековые юбилеи они отримали подарунок, про який давно марили. Справоздачный концерт на присвоение звания заслуженный прошел больше, чем поспехово. Ведущие хореографы в Беларуси одноголосно сошлись у меркованне Кужалёк заслуженный. До показальной программы танцоры рыхтовалися амаль год. На суд жюри они представили концертную программу, якая складалась из беларусских танцев и продолжилась годину. Причем выступали танцоры у сопровождении ансамбля народных инструментов. Это так само предмета высокого мастерства коллектива. До речи, педагог Центра творчества детей и молодей Агат Марина Прохорова стала лауреатом специальной премии Могилёвского Гарваканкама досягненья. Труда было очень много. С детей требовали хорошей работы, отдачи. И, я думаю, за это время ребята собрались и все, что могли, показали. Для Центра творчества Агат это большая гордость, честь. Мы очень рады, что такой коллектив есть на базе нашего учреждения. Лепшая цацки СССР, собранная у Могилёвским областным краизнавчим музеем Романова на одноименной выставе, где представлена интересная подборка советских цацок перед 50-80-х годов. На экспозиции побывала и наша здымочная группа. Танки, машинки, ляльки. Сдавалось, обзвыклый набор детячего захопления. Вот только у этих цацок долгая история. Ранее же так и было. Цацки переходили от одного поколения маленьких господаров до наступного. Целая коллекция велосипедов, коллекция кукол. Очень замечательные конструкторы детские, которые, наверное, сегодня не выглядят впечатляющие, не такие яркие, пафосные, как современные игрушки. Но если присмотреться, ведь каждый из этих конструкторов были игры настольные. Он развивал детей. Сделан был из таких безопасных материалов. И если суть обратиться, то понятно, что это очень интересные экспонаты. На выставе собранная маль три сотни экспонатов. Вось, например, мара любого советского хлопчика. Педальная машинка с рулевым керованием. И амаль с оправдными фарами. Ти вось гэты конник-качалка, настольный футбол, хоккей. Мне очень понравилось на выставке мотоцикл. А чьим он тебе понравился? Что можно на нем ездить. Мне понравилась гармошка. И я хотела бы забрать себе домой играть. Мне поразили часы, которые висят вон с маятником. Дедушка мне рассказывал, что эти часы держатся очень долго, что их не надо заряжать. Они просто крутятся схода в ход. На выставе так само представлены и развивающие гульни, электровекторины, радиоконструктор. Организаторы упевнены, что на выставе кожный малый знайдет, чем затекается, а кожному дорослому будет, что узгадать. Кристина Кранкевич, Алена Милюшчанкова, Юрий Аулаццов, Новин Региона. И про спорт. Проставники Мугилюшины завоевали восемь медалев на открытом чемпионате Беларуси по плаванне на короткой воде. С поборницей проходили и в бассейне столичного спорткомплекса «Трактор». Три особистые ознагороды выиграл Никита Цмых у плаванне на спине. И он был первым на дистанции 200 метров и другим у заплывах на 50 и 100 метров. Два бронзовых медалина рахунку Рыгоря Токарского. Еще одну бронзу завоевал Максим Крэпский. Наши плавцы стали так само владальниками сребра и бронзы у эстафетах. Старты у Минску были контрольными перед чемпионатом света по водных видах спорту, которые пройдут у столицы Венгрии в другой половине лепеня. Финальный этап детячих с поборницей по футболе Кубок Двора стартовал в Могилеве. Юбилейный 10-й турнир собрал больше за сотни юных футболистов из всех районов областного центра, по коль команды змагаются на групповом этапе. После чего самые мощные дружины разыграют галонный трофей. На дебютных матчах турниру побывал Илья Соболев. С поборницей с яких пачинается дорога у великий спорт. Минавито на Кубку Двора многих з гэтых хлопцов завважат тренеры и пропануть профессийно займаться футболом. Больше же маленьких игроков пакуль ганя мяч только у дворы. В чем прелесть этого футбола это искренность. Они играют так, как они этот футбол видят. Поэтому вот эту искрку, если их перенеси туда в большой футбол, вот тогда футбол будет у них такое глаза горят, желание большое. Они такие открытые, они такие все это смотрят, все видят, все запоминают. За узнагороды юбилейного турниру змагаются 10 команд. На протягу трех ден отбудется 27 поединков. Однако больше за все хлопцам запомнятся их первые матчи. У нас все почти получилось, только удары не очень пошли. И мы постараемся в второй игре выиграть, чтобы знали, что у нас хорошие игроки идут. И чтобы кто-то станет футболистом, а кто-то хочет другим спортом. А вот команда Вовы Королевича у стартовой состречи святковала упевненную перемогу. Ей уже можно уручать специальный приз за самую креативную назву. Игра оказалась очень легкой. Класс соперника тоже виден. Постараемся продолжить такую же голевую серию. Ваша команда очень необычное название Степановичи. Расскажи, почему выбрали именно такое название? Тренер Александр Степанович вовсе. Мы с командой посоветовались и решили назвать команду Степановича, чтобы так созвучно было. Степановичи озерный юбилейный район темп. Какие команды станут призерами турниру доведаемся у Чацвер. Матчи проходят на стадионе юнацтва. Илья Соболев, Витальй Вопсев, новины региона. Еще больше про новины и подеи Могилевщины на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюся. До встречи!